Самарский строитель Валерий Самарцев Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети ВКонтакте, что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию. Напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото, состоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало Сызранские паблики. Гроб — это конец жизни человека. Гроб в суде — конец веры в правосудие. Такие аналогии приводили комментаторы. Сегодня гроб убрали. Теперь реально в зале стало легче дышать, утверждает автор поста. Блогер Би Пауэр Бэк пишет про мир подземелья сокских штолен. Это один из интереснейших спелеологических объектов Самарской области, где велась разработка доломитного известняка. С конца 30-х до 1946 года в штольнях использовался труд заключенных безымян Лага. Работа прекратилась в начале 60-х годов. Вход в пещеру засыпали. Впервые спелеологи нашли и посетили штольни. Только в 1995 году за специалистами в поисках приключений двинулись и туристы. Температура здесь всегда держится на уровне 5-7 градусов. Те, кто надумает сюда прийти, обязательно возьмите теплую одежду, непромокаемую обувь, несколько фонариков и батареек, еду и горячий чай, пишет автор.